Анализ ДНК успешен, никто и не сомневался. Поздравляю, Катя. Имею честь заявить, что Катерина Марковна Уварова официально вступает в право на следство и получает 5 миллионов долларов. Сыночка, откуда ж такие деньжищи-то? Не твоего ума дело. Я тебе сколько раз горелся и не вламываться? Юрочка, а девка-то где? Ты что, совсем мозги, что ли, пропила? Не было никакой девки, поняла? Тебе привиделось просто. Мать, иди в дом, а! Мать, иди в дом. 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 к нам в контору, там заодно и протрезвеет. Ой, волюшка моя воля, извините мне больше. Ничего себе встречусь с серпом. Раиса Васильевна Гагина, 55 лет, две ходки. Первая за кражи. Научила крысу деньги воровать. Ну надо же, ей надо было в цирке выступать или на корпоративах. Так, второй срок за тяжкие телесные. За измену рубанула сожитель серпом по причинному месту. Ой-ой-ой. Страшная женщина. Ну он зарезан, судя по всему, тем же серпом. Глянь, паспорт при нем. Да, Греком Юрием. Набильника вроде нет. Танюш, ты глянь, если мне не изменять чутье, ну-ка точно, конопля. Угу. И на полу тоже, вон, видишь? Ну и судя по беспорядку, тут, конечно, что-то искали. Косочек, обрывок. Ну там тоже кое-что есть. А что у нас такое? Ой. А это у нас сережка. Такая красивая, явно не мамашина. Так, Юрий Гагин, 24 года, отец неизвестен, пока мать сидела, воспитался в детском доме. Официальный день работает. Ну, вроде ничего криминального. Гагина продолжает дрессировать крыс. Может, и эта ученая. А чесарка? Кососос. Ну, глазки-то вроде у нее сообразительные. Сейчас проверим. Ну-ка. Тан, отойди-ка. Ну-ка. Так, кто у нас умная? Ну-ка. Ух ты, ух ты, ух ты. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. А. Ага. Ну, я же говорю. Умница. Граждане понятые, обратите внимание, доллары США. Ну, предположительно, пять тысяч долларов. Какая умница. Может, у меня дома поищешь, а? Найдешь чего. По жизни сыр гарантирован. В сарае найден труп безработного Юрия Гагина. Гагин зарезан серпом. Задерживают ранее судимую мать убитого, Раису. Дрессированная крыса Раисы находит в доме тайник с пятью тысячами долларов. Валя, есть новости? Смерть Гагина наступила около полуночи от кровопотери. Серп пропорол печень. А эти порезы тоже от серпа? Да, в районе Паха аналогичные порезы. Гагина явно пытали. Выясняли, где деньги? Сомневаюсь. Под такими пытками Гагин бы все рассказал. Хотя, возможно, он и сам не знал. Да. Купюры не новые, бывшие в обращении. В основном, захватаны Гагином. Он их несколько раз пересчитывал. Неудивительно. Судя по обстановке у Гагина для него это грандиозная сумма. Станюш, я что подумал? Гагин, конечно, мог зарабатывать выращиванием травки. В таком случае, его могли из-за коты и грохнуть. А деньги эти, ну, от сбыту наркотиков. Но цель в том, что на участке на огороде коноплея нигде не нашел. Ну, ты, наверное, плохо искал. Смотри, значит, у ворот следы протектора на шине порезы. Соседи говорят, что около полуноча у дома видели фургон. Да, да, да. И еще они говорят, что номера никто-никто не запомнил. Игорь, смотри, на серпе отпечатки Гагиной и также на коробке ее пальчики. И пальчики сына. Мятый пахнет. М-м-м. Слушай, ну так и есть. Мятный экстракт. Может, коробку специальной мятой пометили, чтобы крыса ее нашла? А давай-то у нее спросим. Ты зачем крыса сюда приволок? Дело в том, что оказывается, крысы обожают мятный экстракт. Станки даже разжевывают листья и втирают в шкуру, чтобы пахнуть лучше. Крысиный парфюм. Ты, какие же мы трепетные существа. крыса? Крыса. А вот давай мы сейчас проверим. Подожди. На выход. Вот, побежал, побежал, побежал. Вот, хорошо. Молодец. О, что и требовалось доказать. Угу. А-ц. А, и тысяча рублей. Вот, тебе все ясно. Гагина пометила коробку мятным экстрактам, и крыса ее нашла. Ах ты умненькая крыска. Можешь тебе мяткой на шкурку поврызгать, а? Будешь модная. Ой, лихо мне начальник. Мне бывает пивка бутылочкой, иначе я кочурюсь прямо тут. Так, гранка Гагина, посерьезнее давайте. Здесь вам не пивной ларек. Между прочим, мы здесь убийство расследуем и убийство вашего сына. Пока все, что у нас есть, это трупы вашего сына и ваши отпечатки на орудии убийства. Я сына не убивала. Значит, так же мы имеем пять тысяч долларов, найденные в вашем доме, в коробке, а на этой коробке только ваши отпечатки пальцев. Значит, это нашли. Да, нашли. Откуда деньги? Это деньги Юрия? Или вы что, свою крысу научкивали у сына деньги воровать? Ну, фроська моя нашла. Мать! Мать! Ну что, ты нашла коробку какую-нибудь? Сгодится. Да, спасибо. Юрка-то мой фроська. Похоже, в мутное дело вляпался. Только я эти деньги не крала, а перепрятала, чтобы сыночек не преградал. Явно во что-то дурное вляпался. Что он вляпался в дурное? Наркотики? Во что? Никакие наркотики не знаю. В девке все дело. Какая девка? Ну, подождите, какая девка? Юрочка девку в сарай держала. А мне запретил захотеть. Но я слышала, как они ругались и помаду на чашке прям видела. Ну, а потом девка куда-то пропала, как и не было. А у Юрочки деньжище эти появились. Ну, не за красивые глазки. Явно за то, что девку эту держала. Он что, ее силы держал? Да почем я знаю. Только из-за этой девки Юрочку-то и убили. Мертвого на утро дожила. Больше вообще ничего не помню. Вот как ошибла. На найденном сарае обрывки чека номер дисконтной карты на имя Екатерины Уваровой. Гагин держала ее в сарае? А кто такая эта Уварова? Так, Уваровой 18 лет. Она сирота. Отец Марк Уваров. Умер 4 года назад. Она живет с дядей, опекуном, Вселдом Петровским. А другие родственники есть? Никого. Тетя Уварова, Елена, ну, в общем, жена Петровского. Умерла 2 года назад. У Петровского есть фургон. А его мобильный был в соте дома Гагина в момент убийства. Гагина Николаевна, я перезвоню, по-моему, он подъехал. Угу. Села Петровской? Да. А в чем, собственно? Федеральная экспертная служба. Майор Майский, капитан Белая. Вот, ознакомьтесь с постановлением на осмотр вашей машины и обыску квартиры. К какой стати? Объяснитесь. Вы читайте, читайте. Сереж, тут кровь на педалях. Платье Кати из квартиры Петровского. Явно шито на заказ. Но ткань дешевая. ДНК, зубная щетка совпадает с ДНК на Сергея, найденной под кроватью Гагина. Как и потожевые следы из платья. Это Катя была в сарае Гагина. Граждане понятые, обратите внимание, значит, полный мешка негашенной извести. Полиэтилен, кусок полиэтилена, и лопата со следами земли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА отпечатки на руле Петровского. Кровь на педалях принадлежит Гагину. Она же на подошве Петровского. Негашиной известью посыпает трубы, чтобы избежать запаха. Плюс лопата. Уварова была в сарае Гагина, потом исчезла. А фургонную дядю был на месте убийства. А в кузове полный комплект для захоронения. Да не знаю я, где моя племянница. Я ей больше не опекун. Катьке 18 уже. Да она вообще мне не родная. Марк, отец ее, был братом моей покойной жены Елены. Вот нас и назначили опекунами. Ваша племянница исполнилась 18 неделю назад. Вот именно. Три дня назад она вступила в права наследства в фонде. И я ее с тех пор не видел. В каком еще фонде? Ну Марк, отец ее учредил. Марик называется. Мозгов не хватило названия поинтереснее придумать. Ну типа Марк и Катя. Чтобы деньги его доченьки никто до совершеннолетия не растащил. Да Катька давно решила получить деньги и съедет. И вещи уже почти все вывезла. Так, короче, в фонде, который учредил Марку воров для своей дочери находилось более пяти миллионов долларов. Мобильник воровый выключен уже три дня. Что вы делали вчера, Алексей Владимирович? Мне вчера позвонили, сказали дача горит. Ну я в машину и по газам. А во дворе костер извето к ведре. А потом меня по голове ударили. Сзади. Очнулся в подвале, дверь заперта, мобилы, барсетки нет. А у меня там все. Ключи от квартиры, машины, дачи, документы. Ну, в общем, все. Как же вы выбрались? Как, как? Всю ночь просидел. Как расцвело, нашел старый гвоздь. Еле-еле петли выковырил. Полдня провозился. Хорошо, что не обокрали. Машина на месте стояла у дачи, ключ в замке, а барсетка на сиденье? На голове Петровского следов удара нет, но в волосах и на плечах частица песка. Думаешь, его вырубили ударом мешка с песком? Ну, в принципе, такой удар не оставляет следов. Но, с другой стороны, он мог сам себя ударить? Ну, да, лопата моя, а вот известия у меня в машине не было. И парня этого я не знаю. Если это какой-нибудь Катькин ухажер, не знакомила, свечку не держал. Петровский врет. Это он племянницу прикопал. Да, оно и так, Данюш, но доказательства какие? На мешке с известью нет его следов. И, кстати, крови у Варвы в салоне тоже нет. Тело он мог взвернуть в полиэтилен. А еще у нас есть земля на лопате. Земля на лопате? Ну, ты скажешь. Откуда угодно это может быть? С огорода вон там забор поправлял, картошку копал. Главное, что Шустав выяснил, что реально Петровскому звонили с незарегистрированной симки, еще мы с сотой где-то рядом с его дачей. Вот, сообщник звонил. Убийца Петровский. А историю с подвалом он выдумал, чтобы отнести от себя подозрения. Ну, может оно и так. Кстати, вот смотри, этот фонд Марик, где Уварова свой миллион получала. Вот. Следующий, пожалуйста. Секунду. Пойдешь. Пойдешь. На делях, обнаруженных у Гагина, по Тержуме, ну, да, телефон, да, София Луговой. Ну, значит, деньги точно из фонда. ФЭС расследует убийство безработного Юрия Гагина. Гагина пытали и зарезали серпом. В его доме найден тайник с пятью тысячами долларов. Подозревают, что Гагин держал у себя Екатерину Уварову, наследницу пяти миллионов долларов. Уварова пропала три дня назад. На найденных у Гагина деньгах фото-жировые следы Софии Луговой, бухгалтера фонда, учрежденного для Уваровой ее покойным отцом. Нет, я не узнаю этого человека. Нет. Удивительно. Тогда, пожалуйста, объясните, как главный бухгалтер фонда, как наличные вашего Марика, ну, фонда, оказались у этого человека, которого вы не знаете. Да, я бухгалтер. И, как вы сами понимаете, все наличные фонда проходят через меня. Три дня назад я выдала деньги Екатерине Марковне Уваровой. только после того, как она прошла процедуру проверки личности. Какую сумму Вы Уваровой выдали? 5 тысяч долларов. Сказали, процедура проверки личности, это какое-то обязательное? Девушка, дело касается серьезных денег. Покойный отец Екатерины Марковны хотел надежно защитить свою дочь. Четыре года назад он распорядился взять ДНК и отпечатки пальцев у своей дочери. Все это хранилось в ячейке. Я вижу, очень спасибо. Как интересно, лаборатория, ДНК-тесты. Ну как, привели идентификацию? Да. В прошлый понедельник прямо здесь в переговорной взяли пробы. Пять дней проводили анализы, ну там, конечно, присутствовал наш сотрудник. И три дня назад Екатерина Марковна Уварова официально получила доступ к счетам. Простите, я волнуюсь. Ну, а пять тысяч долларов она попросила вот эти пять тысяч долларов. Можно сказать, на карманные расходы. ДНК Уваровой с образца из фонда Марик полностью спадает с ДНК с сережки из сарая Гагина. Из платьев из квартиры Петровского. Из зубной щетки. Значит, Гагин держал у себя в сарае новоиспеченную миллионершу. Все остальные деньги я перечислила со счета фонда на личный счет Екатерины Марковны Уваровой. Вот платежка с отметкой. Угу. То есть, больше никто из сотрудников фонда доступ к счетам не имеет. Но это же ее деньги. На счетах фонда осталось только на выплату зарплат и на налоги. Фонд готовится к ликвидации. Мы выполнили свою миссию. Ага. Это понятно. Скажите, а вот у вас, дай бог памяти, он вылетает. Ну, управляющий фондом этот. А, Филипп Аркадьевич Бакумов? Он самый. Ну, вот он как раз и занимается ликвидацией. Третий день уже в разъездах. Мобильный Абакумов выключен. Поставлю-ка я его на мониторинг. Вот капнуть бы на него мяты и крысу натравить. Быстро бы нашла. Я отправил в банк требование заморозить счет у Варвы. Рогозин санкционировала. Итак, значит, после проверки личности в фонде и перечисления денег на ее счет у Варова дома больше не появлялась. Ну, как она появится, если ее опекун закопал и известью присыпал? Большие деньги зло. Мы получили записи с камер видеонаблюдения, установленных у здания фонда. на мотоциклисте явно куртка Гагина. Судя по видеозаписи, у Варова уехала с ним по своей воле. А сейчас Гагин мертв, а у Варова исчезла. Дело явно в пяти миллионах. Извините, пришел ответ из банка. Три дня того назад у Варова оформил удаленный доступ к счету. Личность у Варова удостоверили и сняли ксерокопию паспорта. Счет заморозили? Да, это уже бессмысленно. Накануне все деньги ушли со счета и на них была куплена криптовалюта. Теперь в любой точке мира кто угодно может испоряжаться этими деньгами. Знаю только номер электронного кошелька и пароль. Переводить на другие кошельки, выводить в наличность, так что деньги вернуть невозможно. Где мопед вашего сына? Че? Не было у Юрки сроду мопеда. Значит, и куртка не его, да? Так это вообще, кажись, не Юрка, начальник. Юрка-то и сроду на таком ездить не мог. А мопед был у дружка его по детдому. И этот дружок ты ему куртку-то и подарил. А что если не Гагин увез у Варвара от фонда? А этот твой друг под детдому для Фроськи поставил крышу на временное удовольствие. Я пробил друзей Гагина и нашел детдомовского с мопедом. Кто это? Это Евгений Железняк, сторож на законсервированной стройке в Ермиловске. Я включаю мобильный и звоню в полицию. Жек, я тебя люблю. у него все кости переломаны. Явное падение к большому высоту. Слушай, девушка жива! Жива! Скорую быстро вызывай! Выжившую у нас! Быстро! есть совпадение, это у Варова. У Железняка множественные переломы конечностей, ребер и основание черепа. Падение с такой высоты. Девушка чудом выжила. Железняк спас ее ценой собственной жизни. Станин, все-таки здесь судя по следам разной обуви было трое. Причем один нас за двумя как раз Железняком у Варовой. Угу. Да, но бежать дальше было некуда и они предпочли прыжок. Интересно, кто же им такой страшный бежал-то? Игорь, да, запроси видео с близлежащих камер. На основе анализа видео я составил список машин, которые могли находиться рядом со стройкой в момент падения Железняка и Уваровой. Угу. Так, ну есть парочка перспективных, не Ерминовские номера. Одна машина продана недавно по доверенности. Девушка, к сожалению, все еще в коме в Ерминовской больнице. Но есть, Галя, одна странность. Странность? Да, Галя, как бы сказать. Ну, короче, дядя ее, ну, Петровский, сомневается в том, что это его племянница. В смысле сомневается? Ну, вот сомневается он, чего, говорит, что у его племянницы родинка была на плече, а у этой девушки, ну, которая в больнице, родинки нет. Плюс к тому, вот еще что, Оля, уже глянь, говорит, вот пальцы у нее сколоты все иголками, а у племянницы не было такого. Что-то он мутит, мне кажется. Следы разной давности. За три дня так пальцы сколоть невозможно. А что, если в больнице не у Варова? Как не у Варова, Галя, кто? Но ДНК и отпечатки совпадают с образцами лаборатории, которая делала проверку личности. Контрольные отпечатки и ДНК могли подменить, чтобы получить доступ к наследству. надо изгумировать тело Марка Уварова или его сестры Елены Петровской. Андрюш, у вас проблема. Марк Уваров и его сестра Елена Петровская кремированы. Это не проблема. Это тупик. Но Марк Уваров умер от рака, а гистология онкобольных представляет научный интерес. И хранится очень долго. Точно. надо будет запросить образцы в клинике, где Уваров лечился. Я уже запросил. Галь, ну что, ДНК Марка Уварова не родственна с ДНК пострадавшей. В больнице не его дочь. Пока окончательные выводы делать рано. Может быть, это все-таки Катя? Что, если она не родная дочь? Ну да. А Уваров об этом знал. И поэтому не оставил свою ДНК для сравнения. Так, исколотые пальцы характерны для швей. Среди друзей Гагина и Железняка в социальных сетях есть только одна швея Нина Образцова. Воспитывалась также в детском доме с Гагиным и Железняком. Образцовой с Железняком отношения. А вот теперь фокус. Одно лицо с Уваровой. Но как ее ДНК отпечатки оказались в фонде? Подменить исходные образцы мог только Бакумов. А его мобильный так и не включался. Машиной засветившейся на камерах около строки попала на камеру дома Бакумова. Вот так вот, Фроська. Мы тоже умеем искать. Пульса нет, но еще теплый. Следов насилия вроде тоже нет. Ствол и таблетки сердечные. Танюш, ты глянь только. У него тут чемодан шматьем под завязку забитый. Видать, свалить решил. Ты не успел. Следов насилия на теле нет, а причина смерти остановка сердца. Абакумов сердечник. Передозировка гликозидов. Лекарство от аритмии. Причем он принимал гликозиды регулярно по рецепту врача. Может, перевалновался и не рассчитал дозу? На подуши ботинок Абакумова строительная пыль со стройки в Ермиловске. От него убегали Железняк и Образцово. А вот в бутылке воды растворена лошаденная доза лекарства, которую он принимал. Его убили. А кроме Абакумовских на бутылке есть еще чьи-то отпечатки? Кто ищет, тот всегда найдет. Правда, Ефросинья? Ну вот, на крышечке пальчики неизвестные, которые в розыске за убийство. И дело я уже запросил. Два года назад зарезали девятнадцатилетнего Кирилла Шанько. Он пришел на тусовку к друзьям с девушкой, с которой якобы познакомился в клубе. Утром труп Шанько нашли с ножом в спине в постели с другой девушкой. А девушка из клуба исчезла. И никто ее не запомнил, даже имени. Убийство из ревности? Это версия следствия. Из улик только отпечатки пальцев убить на кухонном ноже. Да, Сергей? Короче, Образцова в себя пришла. Ее сейчас в другую больничку повезут. Вот прям сейчас. А мне только пять минут врачи дали с ним побеседовать. Я понимаю, ваше состояние не надо, но мне нужны ответы. Конечно. Ну вот. Скажите, это ведь Абакумов нанял вас, чтобы вы Уварову изображали? Да, он заплатил мне, а я таких денежищ огромных никогда не видела и согласилась. Дура. Это точно. А Железняк какую роль во всем этом играл? Я все рассказала Жеке. Он испугался за меня, сказал, что мне грозит опасность. Так это он предложил отсидеться у Гагина? Да. А Гагин был в курсе всей эфиры? Нет, нет, что вы. Гагин подслушал нас с Жек и решил заработать. Юрец, ты зачем к Абакумову полез? Мы сейчас из-за твоей тупости все пострадаем. Да ты что паришься, Нинка? Я же аккуратно с ним бабло срубил. Пять тонн грина. Прикинь? Тебе пять, мне пять. Ну, Абакумов нас нашел. Жек, я люблю тебя! А-а-а! Скажите, а что с Жекой? Что с Жекой? Сочувствую, но погиб ваш парень. Погиб. И и Гагин мертв. Но Гагина убили. Я во всем виновата. А что было после проверки в фонде? Ничего особенного. Я отдала Абакумову паспорт Уваровой. Жека увез меня. Будь прокляты, эти деньги. Да не мне, Гагиэлла, а в молочности человеческой. Да-да-да, доктор, спасибо, я благодарю. Выздоровляете. Понял я, доктор, спасибо. Спасибо. Давайте. Среди контактов Абакумова есть человечек, который подозревался в изготовлении фальшивых документов. И у них недавно был созвон. Я отправил наших к нему. Ну и, короче, я прессанул этого мастера по фальшивым ксивам. Мы прессанули. Да, мы прессанули. Ну, а потом пообещал ему к этому делу его прикрепить в качестве соучастника. Мы пообещали. Ну да, мы пообещали с Танюшкой. А тут, сам понимаешь, жареным запахло. Это же тебе не паспорта левый клепать, а участие в серии убийств в составе организованной группы. Ну, он, понятное дело, скололся. Слушай, он реально сказал, что дело для Абакумовой девки его фальшивые документы. Как раз сейчас вот у них передача должна состояться. Сереж, это Уварова. Что? Ну, что? Эксирина Уварова? Абакумов решил завладеть моими деньгами, отобрал паспорт и подставил вместо меня другую девушку. Ну, наконец-то. Та Уварова, что у нас допрос на настоящий дочь Марка Уварова. ДНК совпало. Два года назад вы оставили отпечатки на ноже, которым убивали Кирилла Шанько. Не понимаю, о чем вы. Я не знаю никакого Шанько. Отпираться бессмысленно. И изображать из себя бедную овечку тоже. Вы не жертва. Вы сообщница Абакумова. Хотите сказать, что я сама у себя деньги украла? И зачем? Вы боялись подтверждать свою личность в фонде. Подозревали, что ваши отпечатки есть в полицейских базах. Какая у вас безудержная фантазия. Вы вступили в сговор с Абакумовым. Что вы ему обещали? Часть денег? Вы сумасшедшая? С вами будет разговаривать мой адвокат. Это ваше право. Только мы и так уже все знаем. Вы нашли похожую на вас девушку Нину Образцову. Чтобы она вместо вас пошла в фонд и получила доступ к деньгам. Вам бы книжки писать? Образцова жива. И она даст показания в суде. Вот старый козел. Это вы про Абакумова? Он вас подвел, да? Вы ждали новые документы, но Абакумова начал шантажировать Гагин. вы испугались и решили избавиться от Гагина и от Образцовой. это Абакумов. Это он их убил. Почему Серкова? Абакумов пробил Гагина и узнал про срок его мамаши. Ну и решил, что подумает на нее. А Петровского тогда зачем подставили? Для верности. На всякий случай. Обрывок кассового чека с номером вашей карты специально подкинули в сарай Гагина? Ну да. Чтобы на дядю быстро вышли. Ну и шмотки, ненки вместо моих. Щетку зубную. Но Образцова успела сбежать. Абакумов боялся, что если Образцова узнает про смерть Гагина, то наплюет на то, что ее само за мошенничество могут привлечь. И пойдет к ментам. Абакумов был уверен, что Образцова мертва. Но вы не собирались с ним делиться и отравили его. А с чего мне с ним делиться? Эти деньги папа оставил мне. Ничего, я отсижу, а потом выйду и получу их. Но это будет очень нескоро. Ой, знаешь ли ты, Андрюш, что такое красивая бега? Обреченная на провал бессмысленная погоня, как у крысы, которая бегает по заманкнутому лабиринту. Правильно. Так что к концу от ситки Уваровой от ее 5 миллионов долларов в крипте может вообще ничего не остаться. Курс там скачет, будь здоров. Да и вообще эту лабушку могут прикрыть. И эта ее погоня за миллионами окажется просто красивыми бегами. Курс там. Курс там. Курс там. Курс там. Продолжение следует...